В эфире новости Дагестан в студии Зухра-Алеева. Здравствуйте, я и мои коллеги расскажем о главных событиях на сегодня. Чей мусор? Свалку в Черкес-Кутане планируют рекультивировать, но прежде нужно решить земельный вопрос. Без единого гвоздя. В Табасаранском районе сохранился древний мост, которому уже 200 лет. Через него прошли и наши корреспонденты. 800 тысяч призовой фонд. В Боттельском районе прошел конкурс хафизов, в котором приняли участие около 200 человек. О победителях смотрите в выпуске. Триумф в Кавказском дырби. Футболисты «Динамо» одержали первую победу в истории участия в российской премьер-лиге. Спасатели МЧС Дагестана обнаружили тело 25-летнего мужчины, утонувшего в черкейском водохранилище. Инцидент произошел вечером 18 августа вблизи населенного пункта Черкей, Буйнакского района. После чего на место поисково-спасательных работ прибыли 35 человек и 6 единиц спецтехники. В настоящий момент тело мужчины передано родственникам. С начала купального сезона в этом году в республике утонули 15 человек, из них 8 детей. В Дербенте таможенники обнаружили склад с нелегальной табачной продукцией. В центре города хранилось более 225 тысяч пачек белорусских сигарет. Предназначены они были для продажи в розничных магазинах. Как сообщает федеральная таможенная служба, весь товар был изъят. По данному факту предусмотрена уголовная ответственность. Свалку в Черкес-Кутане планируют рекультивировать. Перед этим предстоит решить ряд земельных вопросов, в том числе окончательно определить границы места мусоросборника. Стало известно, что нынешняя свалка была расположена на территории нескольких муниципалитетов города Махачкалы, Карабудахкенского и Буйнакского районов. В этом, отмечают специалисты, и состояла основная сложность для ее включения в федеральный проект генерального уборка. В настоящее время силами нескольких единиц спецтехники проводится засыпка мусорного полигона грунтом. Напомним, что неделю назад премьер-министр Абдулмуслим Абдулмуслимов поручил Минприроды в течение 15 дней доложить, как пошагово и в какой срок будет решен вопрос. В Махачкаре также идет очистка городских территорий от мусора. Сотрудники МБУ благоустройства моют и дезинфицируют площадки рядом с мусорными контейнерами и отдельно установленные для них участки. Также очищаются от грязи и пыли тротуары и дорожное полотно. Как сообщают в ведомстве, все работы выполняются по установленному графику на всей территории муниципалитета. В Дагестане нашли еще одну причину роста цен на топливо. Из-за задержек поставок по железной дороге в регионе его временно стало меньше. Кроме того, цена на оптовом рынке тоже выросла. В результате годовой рост цен на моторное топливо ускорился. Это стало также причиной удорожания цен в июле и на товары, и на услуги на более чем 6%. Такие данные предоставляет Национальный банк. В этом году в республике откроются 23 новые школы и 15 детских садов в общей сложности на 10 тысяч мест. Об этом и многом другом говорили сегодня на совещании работников образования Дагестана. Оно состоялось в Доме дружбы Махачкалы с участием главы республики Сергея Меликова. Ведущей позицией снова выходит роль учителя. Учитель – это идеолог своей страны. Именно от учителя в большей степени зависят воспитание подрастающего поколения. Патриотизма, любви к отечеству, что делает сильным и непобедимым все наше государство. Активное участие в грантах, разработка проектов в школьной индустрии – один из главных векторов успешного развития образования республики, подчеркнул Меликов. Коллеги, я уже второй год говорю о том, что вы должны принимать активное участие в разработке технического задания для новых проектов в школу. Должны возвращаться к хорошо забытым старым традициям. Мы не можем строить и ремонтировать бесчисленное количество малокомплектных школ. Это неудобно. Давайте возвращаться к хорошим традициям интернатов. Но не тех интернатов, куда детей отправляли в виду безысходности, а тех интернатов, которые могут стать современными. У нас же сейчас очень много модных слов. Что такое кампус? Каждый год возводятся сотни инфраструктурных объектов. Современные мосты представляют собой сложные конструкции, где используются сталь, бетон и другие материалы. Но на наших дней сохранились также и уникальные деревянные мосты, которые были возведены без единого гвоздя. Один из таких был построен более двух столетий назад в Табасаранском районе. Насколько функционален старый мост, убедилась моя коллега Тамара Замитова. Ей слово. При строительстве этого моста не использовано ни одного гвоздя, нет ни одной железной конструкции. Уникальны по своей сути конструкции и выдержки. Деревянный мост, построенный без единого гвоздя, до сих пор стоит в Дагестане между селами Шали и Гумли. Специалисты утверждают, что данные инженерной конструкции не менее 200 лет. При этом большинство местных жителей склонны утверждать, что в действительности мост еще более древний, и его возраст составляет от 300 лет. Сколько лет этому мосту я не могу вам точно указать, потому что есть разные данные. Есть кто-то говорит 500 лет, кто-то говорит 200 лет, но приблизительно, по уточненным данным, я могу сказать 300-350 лет вот этому мосту. И основное его предназначение было это поддержание связи с соседними селами, которые находятся. Вот сейчас туман, обзора нет, здесь большой перевал, которые находились за перевалом. То есть вот этот мост связывал правобережную часть и левобережную часть южного Тавасарана. Внешний вид моста действительно поражает своей красотой. Построен он по достаточно примитивной технологии. В основе 200-летнего деревянного моста находится каменный фундамент. Собран он из балок, которые соединены друг с другом при помощи нагелей. Технология строительства такого моста чем-то напоминает создание деревенской хаты из сруба. Но сейчас сложно установить, кто отвечал за его проектировку. Вот эти вертикальные деревянные полоски, основное их предназначение, это для того, чтобы мост не разошелся в сторону. И обратите внимание здесь, какие огромные... Вот четыре стоят, вот его диаметры, вот здесь, вот 40-45 сантиметров. При всей своей старости и кажущейся хлипкости мост все еще очень надежный. Раньше тут периодически сновали повозки с лошадьми. Но даже сейчас он вполне может выдержать переезд небольшого автомобиля. Хотя лучше не рисковать с такими экспериментами, отмечают местные жители. Тамара Самидва, Шамиль Хирей Сулаев, Новости ННТ, Табасаранский район. Книги об исламе стали самыми популярными из всей продаваемой религиозной литературы в России. Это отмечается на площадке аналитической компании «Литрес». В категории «Ислам и мусульманство» лидером продаж стала книга «Исламская психология», самоуправление личности. Автором этого издания является профессор Дагестанского гуманитарного института Мухаммад Букар Гамидулаев. Смысл этих книг заключается в том, что сегодня люди научились управлять кем угодно и чем угодно, но абсолютно не научились управлять собой. И мы оказываем содействие тому, что через эти работы, чтобы люди научились этому. И должен заметить, что эти труды, каждый из этих работ получил более 15 отзывов исламских и светских ученых, доктору Мау. Отметим, что спрос на книги об исламе в первом полугодии этого года вырос на 77%. Особенно повлиял на эту тенденцию палестинно-израильский конфликт, который разгорелся в октябре прошлого года. По 700 тысяч рублей составил призовой фонд конкурса хафизов Корана «Хранители священной книги». Мероприятие прошло в селении Ансалта Ботликского района в память об известном ученом богословии Исалави-Исалави. В нем приняли участие около 200 человек. Конкурс состоял из четырех разных посложностей номинаций, главной из которых – знание всего Корана наизусть. О конкурсе и его участниках расскажет Абдул Альев. В селе Ансалта в этот день праздник. Масштабный конкурс среди щецов и хафизов Корана – это знаменательное событие для всего Ботликского района. Два дня жюри приходилось выбирать лучших из сотен участников. В финал прошли только 24 конкурсанта. Конкурс прошел на высшем уровне. Видно было, что люди готовились, жители этого села. Хочу выразить огромную благодарность всем, кто принял участие в организации этого конкурса. И можно сказать, самый лучший конкурс, и все участники этого конкурса – самые лучшие. Номинации 4, и каждый отличается от другой по сложности и по возрастному ограничению. Самые маленькие участники соревновались в чтении наизусть последней части Корана, чуть постарше – в 5 и 10 частях священной книги. Но основной и самой сложной категорией являлось знание всего Корана наизусть. В первую очередь хотелось бы воздать хвалу священному Аллаху за то, что одарили меня таким няма, хотя я не был того достоин. Шел я к этому 2-3 года, но так начал выступать на конкурсах. А готовился на этот конкурс, наверное, 2 месяца. Конкурс был посвящен памяти известного ученого-богослова Исалава Исалаева, который внес неоценимый вклад в развитие исламского образования в Дагестане. Организаторами мероприятия выступили семья Исалаева и Муфтеат Республики. На мой взгляд, подобного рода мероприятия прежде всего несут с собой большой духовно-нравственный смысл. И не случайно сегодняшний конкурс посвящен памяти известного богослова-человека мира, который сделал очень многое для того, чтобы в районе всегда было спокойно, чтобы духовно-нравственное воспитание нашего населения было на должном, в соответствующем времени уровне Исалаева. Сегодня пришел финальный этап республиканского конкурса «Хафизов» в памяти моего отца Исалаева. Хотел бы в первую очередь поблагодарить жителей нашего села за поддержку организации конкурса. Также хотел бы поблагодарить за поддержку и содействие организации Муфтеат Республики Дагестан Ахиман Хаджи. Всех победителей и призеров наградили денежными призами и ценными подарками. Но стоит отметить, что несмотря на наличие призовых мест, в подобных конкурсах не бывает проигравших. Абдулла Алиф, Мухаммад Расул Рашидов, село Ансалта, Ботлихский район. Торжественное открытие новой мечети состоялось в селе Гулаты Дахадаевского района. Богослужение в старой мечети уже не совершалось, так как ветхое строение было непригодно для посещения. Возвести новую удалось благодаря местным жителям и меценату Рабазану Рабаданову. Теперь верующие могут совершать намаз в комфортных условиях. И с помощью жама'ата, для нашего села жама'ата, чтобы развивался иман, ислам, чтобы развивались наши дети. И в честь отца было намерение построить, с помощью Аллаха построили. Отрадно среди вашего жама'ата увидеть то, что есть среди нас люди, которые строят мечети, которые поддерживают мечети и которые стараются на пути Всевышнего Аллаха. Пусть Всевышний Аллах примет ваш труд. Пусть эта мечеть служит символом единства, единения, укрепления жама'ата. Футболисты «Динамо» одержали первую победу в истории участия в российской премьер-лиге. В Кавказском дерби махачкалинцы на своем поле одолели грозненский «Ахмат». Судьбу матча на 87-й минуте встречи решил точный удар иранского новичка команды «Джавада». Эта победа стала для клуба из Дагестана первой в сезоне после пяти туров. Три набранных очка позволили команде подняться на 11-ю строчку в турнирной таблице. Смотрите нас также на нашем телеграм-канале. А у меня на этом все. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова